Субтитры создавал DimaTorzok А пиво с писателями в Нямбурге я вообще никогда не пила. В сущности, я в своем родном городе совсем никого не знаю, даже если их имена по какой-то абсурдной причине и застряли у меня в мозгу. Я не знаю в том числе и тех, кого знаю, можно и так сказать. А вот когда ты так отдаляешься от людей, да еще и телевизор не включаешь, то с тобой периодически случаются странные вещи. Помню, года три назад меня пригласили в прямой эфир Эхо Петербурга. Разговор вообще-то шел о литературе, и тут вдруг в телефон прорвался некий пенсионер и задал вопрос о моем отношении к охтоцентру. При этом в его голосе было столько скорби, некодавания, еще чего-то настолько глубоко выстраданного и совершенно душераздирающего, что и словами не передать. Мне от одного его голоса уже стало не по себе. А до меня в тот момент еще вдруг дошло, что я совершенно не понимаю, о чем он меня спрашивает. Что такое тут охтоцентр? Я никогда раньше не слышала такого словосочетания. О чем идет речь? Нет, теперь-то я по прошествии нескольких лет, мне самой кажется диким и невероятным, что я могла этого не знать. Но тогда я не нашла ничего лучшего, как сразу же его переспросить. Охтоцентр? А что это? Что вы имеете в виду? Потому что мне самой стало страшно интересно, что его так взволновало. Но тут, конечно, ведущие, еще пара человек, что находились со мной рядом за столом в студии, стали толкать меня в бок и писать на бумажке, что речь идет об архитектурном сооружении на Охте. Кто-то даже попытался нарисовать какие-то каракули. И когда я поняла, что речь идет о строительстве нового архитектурного объекта, я, естественно, попыталась своего собеседника успокоить. Я сказала ему, что как-то видела главу архитектурного комитета Петербурга. И он произвел на меня впечатление вполне интеллигентного, образованного человека, с бородкой, в очках, так что можно не волноваться, все будет в порядке, он разберется. Однако было уже поздно. Своих успокоительных слов, думаю, я могла бы уже не произносить. Потому что в какой-то момент на противоположном конце провода стали раздаваться хрипы, потом послышалось бульканье, и, наконец, все окончательно стихло. Ведущая же профессионально откашлялась и, стараясь говорить как можно более бодрым и жизнерадостным голосом, перевела разговор на другую тему, поближе к литературе. Вот и сейчас я, почти как тогда в студии Эхо, вдруг поймала себя на мысли, что совершенно не представляю, кто такой этот Кашин, которым вдруг заполнился весь интернет. Хотя в последние годы я обычно достаточно внимательно просматриваю свою френд-ленту в живом журнале, и его имя, безусловно, время от времени мелькало у меня перед глазами. Еще один из тех, кого я знаю, но при этом совершенно не знаю. И в отличие от Охта-Центр, вряд ли когда-нибудь узнаю. Ведь если человек многократно мелькал у меня перед глазами, но при этом умудрился ни разу не совершить или не сказать ничего такого, что хоть как-то могло бы привлечь мое внимание, кроме как теперь попасть под лошадь, то стоит ли о нем что-нибудь знать? Мне кажется, в этом мире существует две категории людей-вещей. Об одних я никогда ничего не слышала и поэтому ничего не знаю. И такие, которых я знаю, что не знаю, последние безнадежно. Я слышала, что волк, если даже в давно заинтересовавшем его доме или сарае что-нибудь хоть чуть-чуть изменилось, самая незначительная деталь вроде цветочного горшка на окне из фильма про Штирлица, то он уже никогда к этому объекту не приблизится, а сразу же удаляется к себе в лес. Точно так же, думаю, в аналогичных ситуациях поступают и зайцы. С этой точки зрения товарищ, который заявил, что Пастернака не читал, но осуждаю, был совершенно прав, ибо полностью полагался на свою интуицию, которая его в данном случае, кстати, не подвела. Вряд ли бы ему понравился Пастернак, а время свое на чтение он бы потратил. Я себя в отношении книг уже давно стараюсь именно так и вести, как волки и зайцы по отношению к подозрительным предметам. Не понимаю, зачем открывать книгу, на обложке которой красуется тупая физиономия автора, или же писатель раздает запредельные по идиотизму интервью, или же его сравнивают с Платоновым, которого я всегда считала олигофреном, или же он сам гордится, что его поставили в один ряд с Довлатовым, или он дает своей книге название «Фиалковая вода для дам», или у него на сайте написано, что он отец троих детей, или он никогда не смотрит телевизор, не любит русский шансон, не любит Ксюшу Собчак, обожает суши, обратил внимание на то, что в Париже, в отличие от России, совсем не пахнут елки, употребляет выражение «настоящая проза». Следуя таким путем, я постепенно смогла найти для себя ответ на основной вопрос мировой культуры, который долгое время казался мне совершенно неразрешимым. Почему такое количество откровенных дегенератов и кретинов принято считать гениями? Просто большинство людей читают их книги, а я нет. Как же осточертел этот рэп? Сколько можно, в конце концов? В черных фильмах и сериалах я уже просто видеть не могу. В этих нахлобученных на башку лыжных шапочках, замусоленных футболках со спущенными рукавами и оттянутых на коленях трениках. Как только появятся на экране, так сразу и начинают дергаться всем телом, вскидывая вверх руки с факами. Такое впечатление, что они уже по-человечески ходить разучились. По-моему, это все равно, что русские неизменно мелькали бы в кадре по звуке балалайки, а евреи, вцепившись в подтяжки, отплясывали бы 740, чтобы зрители сразу догадывались, с кем имеют дело. Но негр ведь и так совсем несложно распознать. И потом рэп – это вообще какое-то затянувшееся торжество литературы над музыкой, так как вместо мелодии там одни сплошные декламации. Главным достоинством музыки всегда было отсутствие слов, и даже в песнях они обычно отступают на задний план, отчего традиционная глупость текста как бы немного приглушается и становится не такой заметной. А тут… Нет, я понимаю, что графомания – серьезная болезнь, но теперь она благодаря рэпу достигла размаха настоящей эпидемии. Поскольку стоит только графомана выпустить на сцену, то по своей воле он уже оттуда ни за что не слезет. По этой причине на литературные вечера я уже давным-давно не хожу. Тогда почему я должна выслушивать чьи-то доморощенные лирические откровения, когда сажусь в маршрутку? Я на это не подписывалась. Одна надежда, что в нашем мире единства и борьбы противоположностей музыка все-таки опять возьмет свое. На смену однообразному тявканью придут утонченные докаденские мелодии с минимумом слов или даже лучше совсем без них, а поэты вернутся к себе в кружки элит-объединения и будут, как в старые добрые времена, изливать чувства исключительно на бумагу, сидя за письменным столом вдали от мирской суеты и меня. Села покурить сегодня в скверике на въездю Тампль, заодно прослушала откровения клошара на соседней скамейке. Сначала он дремал там, и я его не заметила, а потом проснулся и давай орать. Запахи до меня, к счастью, не доходили, зато слова хорошо были слышны, даже слишком. На вид примерно такой же, как у нас на Сеной, и вещал примерно о том же, обличал человечество, но, может быть, с чуть большим охватом, во вселенских масштабах, включая Бога, которого нет. Вот почему, интересно, чем ближе человек приблизился к истине, тем дальше хочется от него держаться. Уже не в первый раз ловлю себя на такой мысли. Мне кажется, тут дело даже не в конкретных людях, а в самой истине. Не знаю, есть ли еще что-нибудь более банальное в этом мире, чем истина, и стоит ли вообще кому-нибудь открывать рот, чтобы ее изречь. Истинно, это и есть квинтесенция мировой пошлости, по-моему. И главным ее разносчиком являются вовсе не телевизоры, прочие СМИ, как многие почему-то считают, а именно бомжи и клошары. Примерно как клопы и блохи разносят инфекцию. Сравнение само прямо так и напрашивается. Телевизоры в этом отношении совершенно безобидная вещь, не говоря уже о том, что его всегда можно выключить. Если взять, к примеру, три случайных слова – «вечность», «небеса», «смерть», то выстроенные в ряд они вполне себе образуют стихотворную строку. При этом тот, кто проделывает над словами подобные манипуляции, практически ничем не будет отличаться от компьютера или же говорящих грачей и попугаев, которые тоже способны повторять и комбинировать слова человеческого языка, не вкладывая в них никакого дополнительного смысла. В сущности, поэты отличаются от них только тем, что относительно сознательно используют уже имеющиеся у слов значения. Сегодня среди поэтов можно встретить совсем откровенных ботов, вроде Хлебникова, которые тупо объединяют слова по ряду формальных признаков, полностью игнорируя смысл составленных ими фраз и предложений. Но есть и такие, кто все еще используют вечное значение слов в качестве своеобразного информационного шума с целью отвлечения внимания от скудости, порождаемых ими собственных мыслей и чувств. Наиболее известным и успешным среди них был, вероятно, Бродский. Благодаря умелому сочетанию своего с чужим и понятного с непостижимым, этот кумир пенсионеров, как мне кажется, пользуется абсолютно заслуженным расположением журнала «Звезда». Впрочем, разделение на жанр в данном случае является достаточно условным. Романист, занимающийся заполнением пустот словами, смысл которых остается неясным для него самого, также способен создавать вполне поэтичные тексты. С этой точки зрения современная поэзия в подавляющем большинстве случаев представляет собой потребление накопленной веками энергии, смыслов и значений языка, и, я бы даже сказала, является одной из форм паразитирования отдельных индивидуумов на том, что вроде бы принадлежит всем. Этот факт наверняка мог бы заинтересовать кого-нибудь из представителей фракции КПРФ в Думе и даже лечь в основу соответствующего депутатского запроса. Почти не сомневаюсь, что рано или поздно именно так и произойдет. Пока же каждому, кто решил посвятить себя занятию литературой, следует запастись терпением и быть готовым к тому, что по мере его погружения в мир слов ему придется столкнуться с огромным количеством жужжащих над ухом поэтов. Подобно тому, как отправляющимся в тайгу охотникам и геологам приходится мириться с присутствием там целых туч надоедливых мошек и комаров. Уже от одного слова проза веют с жуткой прозой. Прозаику желательно иметь квадратную голову и вообще быть как можно более тупым. Сильнее всего прозаики опасаются, чтобы их не заподозрили в каких-либо, даже малейших проявлениях изящества. Поэтому самым серьезным оскорблением для себя они считают, когда их называют билетристами. Это слово происходит от французского belle-letter – изящная словесность, из-за чего с самого первого момента своего появления в русском языке оно приобрело крайне уничижительный и оскорбительный оттенок. В XIX веке женщин-прозаиков в России практически не было. Но настоящего расцвета проза достигла в советскую эпоху. Это было время таких крупных прозаиков, как Солженицын, Леонов, Шолохов, Залыгин и другие. В настоящий момент на территории Российской Федерации предпринимаются попытки возрождения жанра прозы в его былом величии. Однако, по мнению большинства независимых экспертов, превзойти достижения своих выдающихся предшественников в ближайшие тысячи лет вряд ли кому-нибудь удастся. Толстой, безусловно, вечный писатель. Хотя бы потому, что многочисленным членам литературных объединений кружков всегда будет приятно осознавать, что граф, офицер и просто состоятельный человек некогда занимался тем же, что и они, водил пером по бумаге. Этот факт придает им уверенности в себе. Однако число поклонников, размеры тиражей и даже статус великого вовсе не являются свидетельством того, что какой-нибудь писатель как-то особенно приблизился к истине. У Толстого, например, была странная идея Фикс, будто человек, в какой-то момент открывший для себя некую новую идею или мысль, способен радикально измениться и даже пережить нечто подобное воскресенье из мертвых. На эту тему у него имеется целый роман «Воскресенье». Иван Ильич, правда, с некоторым опозданием полностью переосмысляет свою жизнь. Андрей Балконский, лежа под дубом и глядя в небеса, вдруг осознает свое превосходство над Наполеоном и, наконец, сам Толстой, под влиянием посетившего его прозрения, совершает свой знаменитый побег из дома. Такой взгляд на человеческое бытие кажется мне в высшей степени ошибочным и даже наивным. Осознавший суетность происходящего вокруг и сменивший военный мундирный сюртук Балконский мало чем будет отличаться от себя прежнего. Внезапно поправившийся Иван Ильич также останется самим собой и будет, как и раньше, собачиться с женой по утрам из-за завтрака. Да и Толстой при более благоприятном стечении обстоятельств вернулся бы домой и продолжил свою писанину, возможно, введя в свои книги какие-нибудь новые темы и рассуждения. Однако это вряд ли сделало бы их более интересными и познавательными для меня. Не говоря уже о таких бессмысленных жирных колодах вроде Пьера Безухова и Наташи Ростовой. Какие озарения идеи способны их изменить? Я себе такого просто не представляю. Более того, с моей стороны было бы крайне самонадеянным думать, что переосмысление каких-либо фактов в своей жизни мной самой не только имеет значение для окружающих, но вообще может быть ими замечено. Таким образом, люди не меняются, а если в их сознании происходят определенные перемены, то их все равно никто не принимает всерьез. Настолько несущественными они являются для понимания природы того или иного человека. Однако Толстой со своим заостренным вниманием к второстепенному и незначительному в облике своих персонажей представляет собой пример вовсе не исключения, а скорее достаточно распространенного заблуждения на этот счет в окололитературной среде. Не знаю, учат ли этому в ЛИД-институте и других творческих вузах, но у каждого писателя обязательно должна быть хотя бы одна неудачная книга, лучше всего вторая. А у режиссера, соответственно, фильм. Порядковый номер, впрочем, тут не так важен. Главное, чтобы плохие фильмы и книги следовали непосредственно за теми произведениями, которые имели наибольший успех. Человеческая психология устроена и таким образом, что критикам, да и зрителям, считателями непременно нужно максимально опустить того, кого они недавно превозносили. И не только психология. Такая реакция вполне соответствует еще и закону сохранения энергии, который распространяется вообще на все объекты физического мира. Поэтому творческим личностям следует относиться к созданию своих неудачных творений абсолютно сознательно и не тратить на них лишних сил. Просто надо чувствовать наступление момента, когда необходимо кинуть кость всем тем субъектам, которые, поддавшись стихийному порыву, их похвалили и теперь ищут случай реализоваться. Тогда и публика будет удовлетворена, и сам творец останется доволен собой. Но никто ведь не догадывается, что произведение, которое все готовы буквально растерзать, его создателю абсолютно по барабану. В то время как режиссерам, музыкантам, фотографам и прочим научно-технический прогресс представляет все больше и больше возможностей для реализации их планов, идей и амбиций, писатели в самое ближайшее время почти наверняка окажутся у разбитого корыта. Бурное развитие интернета неизбежно лишит мастеров слова практически единственного технического средства, которое несколько последних столетий позволяло им возвышаться над толпой. печатного станка. До сих пор было так. Только что человек был никому неизвестен, и вдруг раз, и тысячи экземпляров его романа появляются в магазинах. Мне уже многократно приходилось наблюдать, как ничем особо не примечательные личности после этого знаменательного события вдруг преисполнялись чувства собственной значимости и начинали смотреть на себя как бы с точки зрения вечности. Еще бы, совсем недавно они были ничем, а теперь стали писателями, и их мысли и рассуждения не только знают современники, но смогут читать потомки. А для этого и надо-то было всего лишь найти нужного человека и договориться с каким-нибудь хозяином издательства, чтобы запустить свое произведение в тираж. Не так уж и сложно на самом деле. Тем более, что издатели обычно имеют о литературе крайне смутное представление и книг не читают. А когда произведение будет существовать исключительно в электронном виде и свободно распространяться в сети, уже сами читатели смогут определять, какую из них им скачивать себе на компьютер. Посредничество владельцев печатного станка станет лишним. Но за них я спокойна, так как они запросто могут заняться каким-нибудь другим бизнесом, распространением унитазов, например. А вот тысячи личностей, мечтающих о литературной славе, лишатся всякой надежды на чудо и фактически окажутся один на один с равнодушной толпой. Вот и жди теперь, когда тебя прочитают тысячи. Не сомневаюсь, что большинство из них сразу же решат завязать с литературой, поскольку это занятие станет чересчур позаичным и утомительным. О грустной участии тех, кто уже успел растиражировать свои произведения и привыкнуть к своему амплуа, я даже не говорю. Мне кажется, они уподобятся нынешним членам Союза писателей, лишившимся мощной государственной поддержки, обредут такой же жалкий и задроченный вид. Так я вижу будущее литературы в свете внедрения новейших технологий в жизнь. Ведь сам по себе компьютер для писателя – это не более чем слегка усовершенствованная печатная машинка. А по сравнению с тем, что способен сейчас извлекать из техники, к примеру, кинорежиссер, это достижение научной мысли и вовсе выглядит в руках писателя чем-то вроде банального карандаша. И при этом никто из этих гениев и инженеров человеческих душ до сих пор так и не придумал ни одного серьезного аргумента в защиту печатного станка, на котором в сущности и держится все их благополучие. Кроме того, что бумажную книгу всем людям должно очень нравиться держать в руках, потому что от ее страниц приятно пахнет типографской краской. Больше лично я ничего не слышала. Печально. В американских сериалах, даже самых приличных, меня ужасно раздражает неизбежность наказания, которые неотвратимо следуют за любым преступлением. Причем я заметила, чем опаснее для общества поступок того или иного персонажа, тем серьезнее последует воздаяние засадеянное. Главный герой сериала «Щит», например, вначале убивает полицейского, и в финале лишается того, что ему больше всего было дорого – детей, жены, любимой работы, друзей. Причем подобную развязку можно было предсказать уже за пару сезонов до конца. Все на это указывало. Просмотрев этот сериал, в частности, я уяснила для себя, что грабежи, убийства, наркотики, воровство, насилие и даже детская проституция – все это сущие пустяки по сравнению с тем, если кто-то назовет нехорошим словом, толкнет или ударит полицейского. Задеть полицейского, в том числе и для уголовника – это верх кощунства. Настолько неблагородно и не по понятиям, что каждый, кто хоть раз допустил столь оплошный поступок, обречен до конца жизни мучиться и не спать по ночам, терзаемый страшными угрызениями совести. Ну а если кто вдруг лишит представителя закона жизни, какими бы мотивами он не руководствовался, то тут, ясное дело, обычным формальным воздаянием в виде пожизненного заключения или электрического стула ему не отделаться. Зрители должны до конца осознать и прочувствовать, на что в конечном итоге обрек себя такой индивидуум, даже если он как герой сериала «Щит» и не лишен множества достоинств и вызывает у них чувство неподдельной симпатии. Наказание для него должно быть настолько изощренным и выверенным, чтобы все поняли, что за подобный поступок любой гражданин рано или поздно оказывается в ситуации, равносильной попаданию в ад, только при жизни. Такое впечатление, что какой-то специальный человек где-то там за кадром сидит с калькулятором и отслеживает, чтобы все было строго пропорционально. И дело даже не в том, что тебя тут так ненавязчиво пытаются наставить на путь истинный и предостеречь. Мне не жалко, я к такому с детства привыкла. А просто столь тщательно выверенная зеркальная симметрия начисто убивает интригу и делает фактически любой сюжет абсолютно предсказуемым. В то время как сам автор «Преступление и наказание», классик-жанр, можно сказать, поставленный перед выбором, неизменно отказывался даже от психологической достоверности в описании своих героев исключительно ради лихо закрученного, увлекательного повествования. А ведь он рисковал своей репутацией знатока человеческой души. Поэтому мне вообще непонятно, на каком основании творцы массового искусства жертвуют теперь не только правдой жизни, но и занимательностью ради интересов социума. Ведь их содержит вовсе не государство, а налогоплательщики, то есть зрители. По-моему, это неправильно и глубоко морально. С тех пор, как я приобрела себе жесткий диск с функциями проигрывателя, телевизор, мне кажется, полностью исчез из моей жизни, причем без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. Все произошло совершенно естественно. Просто одно техническое средство вытеснило другое. Теперь я методично закачиваю себе фильмы и просматриваю где-то примерно по два триллера в день. Если подумать, то этим в настоящий момент исчерпываются все мои контакты с реальностью. Есть, правда, еще интернет. Но когда фактически все, с кем-то так или иначе пересекаешься в сети, выступают, к примеру, на очередных выборах за кандидатов, не набирающих в итоге одного процента голосов, то и тут тоже вряд ли стоит говорить о каком-либо серьезном соприкосновении с окружающим миром. Скорее всего, личности, которых я наблюдаю на экране монитора, тоже уже давно ничего не видят, кроме более-менее свежих DVD. Допускаю, что они отдают предпочтение не триллерам, а какому-нибудь другому жанру, например, авторскому кино. Однако вряд ли эта деталь является такой уж существенной и способна как-то повлиять на целостность образовавшегося вокруг меня замкнутого пространства. И это скорее хорошо. Меня, во всяком случае, такая ситуация вполне устраивает. Будь у меня достаточно средств, то я бы, пожалуй, еще и окна вместо стеклопакетов вставила плазменные панели. Тогда я могла бы вовсе, в зависимости от настроения, перемещаться в разные эпохи, просто меняя видео в окнах. Возможно, именно так я когда-нибудь и поступлю. С технической точки зрения тут нет абсолютно ничего невыполнимого. Другое дело, что все прошедшие эпохи тоже достаточно скучны и уже успели мне порядком надоесть. Особенно, когда их изображают в кино. Герои прошлых веков всегда бывают выряжены в одинаковые костюмы и платья, почти как в униформу. На головах у них однотипные прически, шляпы и парики. А вокруг по бескрайним полям и зеленым лужайкам с коротко постриженной травкой снуют столь же примелькавшиеся кареты и упряжки лошадей. Ничего не поделаешь, гардероб и прочий антураж даже у таких богатых студий, как в Голливуде, имеет свои пределы. С этим фактом, в конце концов, еще можно было бы как-то смириться. Однако все это самым пагубным образом сказывается и на характерах персонажей, которые обычно столь же мало отличающихся друг от друга, как и костюмы, в которые они облачены. Поэтому я очень хорошо понимаю тех, кто предпочитает набившим оскомину картинам прошлого образу будущего. Хотя бы потому, что последние теперь в основном создаются при помощи компьютерной графики и в меньшей степени зависит от количества платьев и париков, имеющихся в распоряжении той или иной съемочной группы. Но тут все уже упирается в фантазию режиссеров, а те его, как правило, оказываются совершенно тупы и бездарны. Поскольку вместо того, чтобы ходить в библиотеку и совершенствовать свой интеллект, большую часть своей жизни провели в поиске бабок на все ту же достаточно дорогостоящую компьютерную графику, без которой, как я уже сказала, ни одну картину будущего теперь толком не нарисуешь. Так что будущее, как это ни странно, тоже успело мне поднадоесть. А ведь оно еще, если подумать, даже еще и не наступило. Короче, с видеозаставкой в окнах, в случае, если я все-таки решу осуществить свой проект, у меня могут возникнуть определенные проблемы. И не ставить же туда в самом деле куски фильмов каких-нибудь гениев. Тогда и без того, находясь в замкнутом пространстве, ты рискуешь почувствовать себя окончательно отрезанной от внешнего мира затворницей. За окнами все-таки должно быть что-нибудь более-менее обыденное и привычное. Такое, чтобы я, оставаясь полностью изолированной от людей, я продолжала бы чувствовать себя частью социума. Пусть это будет иллюзия, но иллюзия настоящая, а не мнимая. И самое главное, эта иллюзия должна быть мне приятной, никак меня не раздражать и не нарушать мой покой. Так что и в оконные плазменные пакеты мне, видимо, тоже придется поставить все те же фрагменты триллеров. Ничего другого мне почему-то в голову не приходит. А так, лежишь себе на диване, смотришь новый или пересматриваешь старый фильм про тока какой-нибудь псих, затащил в подвал очередную жертву, разложил на столике инструменты, готовится ее расчленить, а во все окна к тебе самой тем временем уже лезут маньяки с топорами, стоит только чуть-чуть приподнять занавеску. Такое благоустройство квартиры, а точнее своего жизненного пространства, кажется мне наиболее предпочтительным из всех возможных.